Хвосты на судне Михаил Дудин приплыли в Россию Нет, вы не ослышались, просто речь идет о контейнерах с гексавторидом урана Именно так на жаргоне ядерщиков называется этот весьма полезный продукт, который теперь ввозится в нашу страну из Европы вместо опасных для здоровья санкционных сыров и фруктов Кушайте, ребята, новый заморский деликатес на здоровье, можете его солить, мариновать, а хотите, так добавляйте в другие блюда по вкусу, например, вместо сахара, соли и перца Ну а если без шуток, то радиоактивные отходы везут в Новоуральск, где они будут вечно храниться в железных бочках на площадке под открытым небом И в снег, и в дождь, и под палящим солнцем эти бочки будут там лежать и ржаветь Для справки, это не только вонящая субстанция, но и крайне сильный яд Один грамм всего добра вызывает у человека летальный исход А в Россию, точнее, на Уральские электрохимические комбинации Ирловской области и на аналогичные предприятия в Ангарске, это около Байкала Всего в эти два города везут более 12 тысяч тонн всего дерьма Ну что ж, граждане страны, с колен поднявшись, встречайте под фанфары очередной состав с шариками и фейерверками Особо гордящиеся мощью сверхдержамы могут и с хлебом в соли приемом замутить Эта программа «Что произошло?» больше трэша, больше ада в эфире, и мы начинаем В Волгограде умерла годовала Настя Орлова Это одна из маленьких пациенток трансплантолога Михаила Кабака Получившов всероссийскую известность после своего увольнения из Национального центра здоровья детей Врач должен был прооперировать ребенка буквально в эти дни, но в сентябре его сократили Он не успел этого сделать, и это очередная жертва ядросской оптимизации Кстати, Медведев недавно же на съезде всей группировки, ой, простите, партии, намекнул, что нужно гордиться ей А мы продолжаем Президент России Владимир Путин наградил Бориса Ротенберга ордена Но это, видимо, за введение в эксплуатацию системы Платон За гигантские растраты при строительстве Крымского моста Ну или за провал системы Эроглона Сами решайте, вы только посмотрите на это Еще одну награду из рук президента получил Борис Ротенберг Глава общества спортивных единоборств Отечества удостоен ордена Александра Невского А нет, оказывается, за единоборство Видимо, он получил золотую медаль на Олимпиаде Так сказать, повысил престиж страны Вот только сей факт настолько засекречен Что мы об этом вообще ничего не знаем А ведь обидно же Человек же за родину старался Здоровье свое гробил А народу рассказать об этом даже нельзя Аж сплакнуть хочется Ну да ладно, ладно Не стоит так переживать Утрите слезы Ведь у нас же тут новый прорыв Не, что-то не то мы вам сейчас показываем На самом деле все гораздо круче А главное скрепнее В России появилась новая услуга Экспресс-кредитование в аптеках Благодаря стараниям на благородины Сети аптек Самсонфарма и МТС-банка Граждане великой страны Смогут приобретать лекарства Под 20-23% годовых Ну а че? Удобно же? Помните, Собянин сказал о том Что в России живет Аж 15 миллионов лишних людей Так вот вам, пожалуйста И способ регулировки численности Популяции россиян Причем в первую очередь Можно регулировать Всяких там больных Бесперспективных Неспособных трудиться до гроба И приносящих мало налогов Бюджеты Фонды различные Механизм, короче, такой Приходит пожилая женщина Например, после инсульта в аптеку Покупает в кредит Под свою пенсию Дорогие лекарства Чтобы ей Что и в больнице выписали А потом А потом А потом то, что у нас Сейчас, к сожалению Все чаще и чаще в стране случается Пенсию задерживают Долг многократно возрастает Платить уже априори нечем Жрать тоже нечего Пенсионерку эту начинают Доставать коллекторы Впрочем Долго доставать не придется Через непродолжительное время Она после такого ада на земле С давлением 200 на 300 И сама отправится в мир иной Вот вам и сказке конец Хотя нет Нет Пока еще не конец Кто-то из чиновников Напишет после этого отчета Об успешном выполнении госпрограммы Получит премию А вместо бабушки В Россию приедет Какой-нибудь мигрант Из беднейших республик Средней Азии Ему хоть пенсию Платить-то не надо Ну а банк А что банк Он-то никогда не будет В пролете Он в ближайшем Мировом судилище Получит исполнительный лист И отожмет имущество Той бабки Правительство России В четыре раза Сокращает расходы На развитие сельских территорий В то же время Как мы уже сообщали ранее В соответствии с бюджетом России На следующие три года Опубликованным На официальных ресурсах Расходы на содержание Президента и его команды Причем Как сидящий на старой площади Так и той Что он все время Таскает за собой Той что изображает Бабок плачущих Студенток Случайно пойманных На улице И журналистов На пресс-конференциях Так вот Всем им напайку В три раза увеличили Кстати Увеличили довольствие И депутатам Госдумы Россией Что проголосовали Вот за этот Не знаю Как даже его назвать А вот деревни Нам не нужны Собянин же сказал Или что Не поняли Повторить Не А вот за сим Разрешите откланяться Смотрите программу Что произошло В следующую субботу На канале Реальная журналистика Советую Посмотрите программу На канале Крикнюс Там не менее интересно Говорим И показываем Как продали Китайцам Наш святой Байкал И все что вокруг него Тайгу Лес Уран И кстати Весьма недорого И оптом Не забывайте Подписаться Причем Сразу на оба канала И обязательно Проверяйте подписку Ибо как показывает практика Вас отписывают Вопреки вашей же воле Не забывайте Нажимать колокольчики И активно лайкайте видео Комментируйте его А ежели чего случится Или есть чего добавить То обязательно Звоните к нам В редакцию По телефону 8 343 262 79 37 Пишите нам Письма Голубины Электронные Ищите в соцсетях Добавляйтесь в друзья Сообщайте новости Увидимся Через неделю Может быть Субтитры сделал DimaTorzok